привет всем друзья вы скажете почему так редко выпускаю видео да и именно по кулинарии мало видео ребят мы в селе живем дел в селе весной очень очень много весной что заготовишь приготовить только говорится будешь зимой кушать вот тела цыплят маленький темнее я чуть позже их потом вам опять покажу подросшие а вот эти взяла такие некую ленькие какие-то вот прям прям не знаю а вот видите опять лежит отход очень большой очень очень большой отход все что положено всем дала лампа и такая красная лампа была и такая даже градусник поставила температура отлично не хоть сам здесь сиди жили с ними видите как вот что ему надо что-то ему что-то мне хоть не хватает и детей хвостик у него такой грязненький что тебе надо малыша не знаю прям никогда у меня таких не было цеплят чтобы вот такие вот так вот было корм спросила за корм у односельчат спросили все кормят нормально ничего ну вот видите вот какие-то не знаю что будет с ними что будет то и будет сарай нету держу вот здесь вот их на кухне накрыть они все там дно все утепленное здесь целый ворох всего лежит чтобы не тепло было и сверху температура в градуснике специально градусником поставила туда вот лучок порежу порежу лучок начал лучок ему порежу буду давать сегодня праздник большой пасха всех вас с праздником христос воскресе я уже видео выпустила вчера вечером уже поздно вот сегодня празднуем праздник ничего делать нельзя буду буду снимать ролик смотрите какие цветочки сейчас я выдумываюсь покажу погода отличная стартовый такой вот пиончики скоро уже будут бутончики завязались тюльпан уже отцветают здесь еще не открывала свою тепличку не открывалась растет для антиги щебенка засыпали он растет отсюда вот одни листья одни листья вот такие посмотрели запрят как называется до одни листья а потом все это листья засыхают пропадают и потом будылка такая вылазит этот и цветок один как как колокольчик ну красиво ничего нет из как раз из камеры с вот один колокольчик вот тоже красивая корона розочки сажала эти некоторые подмерзли с этого почка будет идти с низом все пойдет все примется ничего удочка уже пошла вот я думала сорняк какой-то это процент цветочки но не буду убирать пусть растут еще покажу сейчас нет у нас здесь даже эти ландыши упс зацепилась даже ландыши есть вот ландыши смотрите где ландыши прям вот здесь вот я вот здесь растут как оттуда вытащить пересадить я не знаю у некоторых есть здесь эта розочка уже отличная все пошла тюльпаны такие красивые тюльпаны вообще жалко что вот они расцветают рано так в этот том селе где я жила в котором родилась село габатыр называется там раньше на 9 мая росли расцветали все красный прям ковер булочек но погода природа меняется погода меняется и все-все-все-все все меняется и поручили меньше вот здесь вот это тоже надо убирать все веточка вишня вишня вот от этой вишни вот вишня цветет шпанка вкусная кстати говоря очень так вот орех пошел посмотреть вот здесь вот только листья а этих нет еще помните я в прошлый раз видео показывала сейчас я на другую на другой ветке покажу вам опять вот смотрите здесь тут разноголосие можно услышать в доме цыплята здесь собаки и куры все на свете так смотрите здесь видите уже вот эта ветка столько много на ней вот они уже большие становятся такие длинные будут еще маленькие длинные будет вот так вот цветет орех вообще его убрать надо отсюда дел очень-очень много столько всего сделать надо и вот там нужно этот фундамент укрепить заложить вообще когда взяли такой дом вообще страшное дело было ой теперь вот здесь вот у нас такая пристройка и было этих хозяев да видите все нужно что-то делать с ней я спрашивала если можно сюда котел поставить кубатура не позволяет но и вверх это каменный до кирпичный дом окно если что окошко я сейчас покажу прижима окошко можно побольше сделать это за окошко говорится можно больше делать там где мы жили пичурецкий там дом деревянный был да и тоже так вот на выходе у нас котел стоял меньше ниже чем вот это и меньше да нет так также вот такой размера примерно было да но этот пониже был и окошко даже чуть-чуть больше окошко форточка все время была открыта без проблем сделали почему здесь проблем я не знаю из-за этого нам придется пристраивать что ли еще это при сайте столько денег это ужас короче с нашей пенсии не потянуть я не знаю не знаю как короче сделать но так вот как эту зиму прожили с этим с обогревателями в каждой комнате жалко ремонт сделали в каждой комнате даже не столько обогреватель у меня в двух комнатах стояли эти красные лампы но хотя бы чтобы воздух был сухой чтобы не отсырило ничего ну может там и кушать готовлю и купаемся мы это чтобы хотя бы сухо было но очень-очень настолько много это мы заплатили еще в долгах в общем долгах как шелка поэтому нам нужно делать отопление газ газ у нас здесь проведенный до газ проведенный только мы этот но она отсоединена отрезаны вот это все-все надо порядке на воде в чем сегодня праздник не хотелось проблем свои говорится на второй план хотя бы убрать хоть хотя бы сегодня но но так не бывает все время в голове вот это все все это все нужно до ума доводить все-все-все до ума доводить надо мы начали с этого с хоз двора птица птица здесь у нас была но это не дело да где собака было вот здесь вот все было заглажено да все давали взял виноград поставил вот это тоже нужно это это не наше это их старое тоже что-то с этим нужно делать плане вот сделал беседку городовая сделала или перекинь вот сюда беседка вот но просто так вот поставить сюда стол на на свежем воздухе посидеть и на улице сидеть его здесь посидел или тот же шашлык взял пожар его здесь покушать сын приедет вот так вот арбузики мои кое-где пропали кое-где растут вот растет вот растет я почему рано вы это высадила их да там где мы жили да с этого с прошлого года и семена проросли и не не замерзли ничего с ними не было и арбузик даже был вот видите уже третий листочек пошел вот такой арбузик пусть будет я знаете хочу хочу быть сюда вот и пустить на забор что нибудь так вот еще один так что арбузы у меня еще есть видите тут они длинные корневая система никто супер если где-то что-то я могу еще досадить там где то ли подъели то ли что-то сделала с ними где-то затоптали где-то подсохли могу за этот подсадить еще так что мира сада еще есть принялись пиноград посмотрите видите сколько у него этих отростков это вот сюда еще нужно положить палки чтобы подвязать мы просто натянули вчера по-быстрому не вчера даже позавчера по-быстрому натянули но сегодня ничего не будет делать завтра значит вами снова продолжить делать и виноград уже здесь пошел этот это молдова беседка пошел здесь вот ту который беседку делали новую я ваню обрезать от мари нельзя обрезать почему потому что вот уже сок и движение началось и он этот виноград плачет такое выражение ой а наши соседи сирень расцвела красивой смородинка смородинка еще смородинка еще смородинка вот здесь я думала ваня притопкаю вроде 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 живой вот это крыжовник смородина здесь вот по луку я посадила перец по-угарски вот он вот он вот он здесь следую очередь там 3 ряда по 2 4 ряда даже вот там дальше 4 ряд полила вроде вроде живой перед этим сажала огурцы помидоры вот огурцы смотрите вот эти листочки первые подгорели либо подгорели здесь посадила семенами вот так подвяжем будет этот отсек у нас некоторые подъедены вот здесь помидоры сажал ни одного помидора нету девочка мальчиком всем привет христос воскресе воистину воскресе дел много ребят я в селе поэтому если я не выпускаю видео да просто физически невозможно вот петрушечка вот здесь было четыре ряда четыре ряда было осталось по сути один ряд ваня кого будем винить сейчас я покажу кого будем винить я покажу вам привет здесь тоже не все и собака бежит укропчик вот здесь у меня уже поливаю корни поливаю здесь вот лес салата более-менее где-то лысо где-то пусто я виновата здесь шланг таскаю все да вижу вижу картофель пошел я я короче виновата сделай так чтобы я не таскала картофель вот дня три как вышел картофель на теперь смотреть чтобы этого не было капельку здесь тоже надо провести на картофель капельку поставить тоже надо я не знаю где-то картофель но там где вы жили на на там большинка картошку не поливая давай там во первых земля другая а во вторых там этот дожди часто идут у нас тут засуха свеколка пошла моя свеколка смотри ваня вот здесь вот тоже цветочки пошли уже вот-вот вот здесь ты здесь посажала по обочине не наступай наконец-то мои кабачки вылезли я так ждала здесь думаю интересно долго поливала ну вышли наконец-то вот он ряд у меня кабачков вот этот рядочек белый сажала этот кабачки но не цукини хотя еще чуть не хотела посадить тоже долго поливала фасоль зашла она интересно вроде сажала ровно там смотрю чуть по-другому грядка сделана вот они у нас две веточки еще не цвели это только первые 1 черешня одна красная черешня другая желтая какая из них какая не знаю ну как будет бог даст увидим три височки моя пошла вот этот первые между ними еще чуть попозже сажала чтобы одну убрали другой осталось а это то что мы покупали помните я вам показывала мы вот этот сделали вот такую грядку тоже там как капелька будет пока так сверху поливаю ирисы посадили здесь здесь посадили ирисы вон там посадили ирисы здесь посадили ирис там тыкву посадили потихоньку потихоньку до обустраиваем территорию вот я еще раз покажу сара его не сделал иван иванович тут бурит конечно разбирать надо сейчас закроем вот это вот потихонечку и будем дальше делать вот этот двор этот хоз двор все загородил сетку натянули там вода здесь вот для этих товарищей это тоже сделал осталось заделать вот посмотри как они взлетают баня тебе говорила вертикальный взлет блин водички надо налить вот и здесь тоже лично цветет уже почти что здесь все все сложили здесь теперь будем здесь сложили и с этой стороны тоже сложили то что нужно то что пригодится сейчас стройматериалы выкидывать нельзя все дорого не купишь ничего а для срачка пойдет делать из-за вот этих так что два ветряных дня закончились так все мы здесь никогда занят за сделали сарайчик вот такой вот рядом это сегодня мы за не заняты были о ей сколько работы он это для уток там где они у нас есть их там кому интересно вот так начинается цветение орехов такие тюльпанчики в основном красные все вот несколько штук желтых гиацинт уже отцветает вот такие тюльпанчики сейчас смотрите 1 опылились я не знаю как это называется да ну лис листочки смородины вот они листочки смородины вот такая вот смородина на такие вот небольшие некрупные у нее ягодки но вы не представляете какой здесь аромат стоит благоухает прям наслаждаешься запахом вот кто знает запах винограда когда цветет да виноград вот примерно такой да но это ни с чем не сравнить такой запах желтые нарциссы отцвели и сейчас черед настал вот этих вот беленьких тоже симпатичные красивые вот желтый нарцисс два кустика здесь еще еще не успели отцвести такой красивый некоторые тюльпаны еще не распустились чуть позже они распустятся такие красивые очень красивые послали пришел пошел возьмется чем закреплять сетку и светку будем натягивать вот эту вот сетку села 10 метров вот такую сетку сетка шпалер на диагонку этот виноград мы подвязали арбузики мои здесь посадила поливая здесь посадила и вот здесь по над забором здесь раза три или четыре сажала посажу курица заходит и выклевывает вот так перевели в новый двор здесь то что ваня делал гнезда вот она одна мадам сидит ее не трогаем в конце месяца должна вылупить тогда ее тоже к тем друзьям отправим вместе с пятами там будет она вот они барня лежит на снастях и васек с вместе рядышком тюльпанчики наши так и вот моя личка открывать не открываю на там лес дремучий видеть даже здесь тюльпаны попали вот видо розочки сегодня буду открывать а просто проткну нескольких местах чтобы привыкали ничего не поливали вот как я показывала вам с тех пор мы накрыли и ее не открывали до самых я даже не знаю до мая мая июнь месяц наверно примерно так вообще не открывали потом пути постепенно постепенно она будет открывать так на 5 минут на 10 минут привыкать каждый я сейчас дырочки на она делаю и они потихонечку будут привыкать температуре давай 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 бегом на улицу красотка моя вот она красавица кто интересовался генри вот она моя красотка пошла давай выходите выходите попаситесь цезарь прям бегом бежит на улицу паситесь паситесь давайте все я очень хорошо тепло все как бы тёпкий день каждый день вот это такой корзинке рву вот такую траву уток начали выпускать а так тоже им бросала там не пол ведерочка такое было я его давала взялась на корзинку эта корзина освободилась так все ребята девчата ребята чтобы чтобы у кого-то что-то было в холодильнике чтобы можно было потом кушать можно было поработать вам всем спасибо за подписку спасибо что подписываетесь и поддерживаете мой канал и трава пока она зеленая такая зеленая а потом сухую и нечего будет рвать ну пока они маленькие нужно поддержать ну а с теми тетрадами я прям не знаю что делать односельчанец нашего салояк увидели сигнали здоровится далеко не хожу вот здесь возле двора прям ее много на рвала на крест и так на работа доведите вот эта курица это арестован Это не наша курица. Чья-то соседская спрашивали. Пока молчат, чья, не знаю. Но у нас пока живет. Смотрите, какая вредная. Это вот ее рук дело. Или клюва. Или ног ее дело. На, ешь. Арестантка. Вот такие корзинки даем. Что-то съедает, что-то там остается. Перемалывает, короче. Что-то там ковыряются. Витаминчики им даем. И зерно дробленое даем. Насыпала на себя. Такие дела. Так что, ребята. Работы. Работы, не покладая рук. Как говорится. До постели доползли. Брык свалились. Утром встаешь и по новой. Вот, воняем воду вынес. А то забивают туда. Надо какую-нибудь загородочку сделать. И там в шифере проход им сделать. Чтобы они могли выходить сами. Вышли. Вон Генри. Ну, красавец. Ну, красавец. Красавец. Вот второй, видите? Не вот этот, а вот этот второй. Генри. 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 Даже забыл, наверное, да, Ваня, как он на порог залазил? Как дома с нами жил. Ждем. Потомство у него было уже. Ждем. Опять, надеюсь, что опять сядет. Выведет кого-нибудь нам. Так что все те, кто интересовался, где Генри, не выросли ли у него лапки и крылышки, он на месте. Иван Иванович, подтверждаешь? Не съел его. Не съел, да. Не съел, говорит. Да, вот Генри, красавчик. Генри. Генри. Вот там, да, есть два тазика. Один поставили, ну, вроде как, чтобы пили они воду, да. А второй поставили большой, ну, купаются, им нужно купаться. Вся земля, половина тазика, загруженная вот этой, их, во рту, я не знаю, что они там перерабатывают. Целый цех по переработке земли. В общем, пол тазика у нас грязи, ила вот этого, песка, сюда куча. Кстати, я говорю, песок тоже там стоит, и у них и песок есть, обязательно нужно. Песок. Машина ездит. Уже деревья зеленеет. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, поддерживайте наш канал. Если у кого есть желание, пожалуйста, в описании есть, как вы можете поддержать канал наш. Либо донат, либо карта. Всем спасибо. Вот он нагулялся, бежит. Шкодник такой. Ох и шкодник, а. Ох и шкодник. Ох и шкодник. Куда помчался? Куда помчался, а? Вот он тоже помогал там. Цезарь. В каком смысле помогал? Врядки топтать. Нельзя. Вот с утками дружит он, но он там привязан был вместе с утками. А утки его не боятся, спокойно возле него проходит. Шел. Генри, 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 иди сюда, мой красавчик, иди, иди. Вот он, Генри, Генри. Все-таки он знает свое имя. Посмотрите, те не обращают внимания. Генри, иди, мой красавчик, иди, мой хороший, иди, мой хороший, моя хорошая. Вот я привыкла, мой хороший, а оказалось же, это моя хорошая. Да молодец, какая лапки свои чистишь. Ну что, идите, проситесь. Идите, проситесь. Давай, давай, давай. Генри, Генри. Генри, ты помнишь, как ты зимой по снегу ходил? Ребят, помните, как он Вань, помнишь, когда он остановился Думал, что он остановился А у него лапки замерзли По сне уходить Комнатный наш красавчик Я его держала на руках Помнишь ты Генри, а? Интересно, у них память есть или нет Как думаете? Генри